Доктор скоро будет. Даю слово, вам не причинят вреда. Сэр, что привело вас в Стома Херст? Я давно интересуюсь психическими расстройствами, сколько себя помню. У меня есть желание и образование, не хватает лишь клинического опыта. Большинство пациентов находятся здесь, поскольку они поручат свои семьи. Рядкая терапия лечит душу лучше, чем музыка. Не так ли, коллега? Поразительно. Вот любопытный случай. Семья продала его в бродячий цирк еще ребенком. Эй! Суицидальная наклонность и не редкость среди наших гостей. Сам себя ударил ножом спином? Вам не место здесь. Скажите, что происходит. Эдвард! Помогите, умоляю. Как вы узнали мое имя? Я доктор Бенджамин Солт, законный директор приюта Стоунхерст. Ключ к безумию человека сокрыт в его страхах. Зачем вы сюда приехали? Я искал вас. Тяжелый случай. Параноидальная шизофрения. Что вы хотите с ним сделать? Лечить, разумеется. Могу оказать эту честь вам. Вы же не думаете, что я... Вместе мы отпразднуем рассвет нового дня. С чего вы взяли, что я уеду с вами? Я не брошу вас здесь. Мы все безумцы, но не у всех хватает безумия в этом сознаться. Элиза! Твоя игра зашла слишком далеко. Обитель проклятых Ненавижу перелеты. Очереди, толпы людей, задержки рейсов. А я люблю. Шесть часов в покое. Никто не тревожит. Дамы и господа, сегодня мы совершим беспосадочный перелет в Нью-Йорк-Лондон. Часто летаете? Всю жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Некто угрожает, что каждые 20 минут будет убивать пассажиров, если на указанный счет не будет переведено 150 миллионов долларов. Мы над Атлантикой. Как можно незаметно убить кого-то в салоне? Дамы и господа, прошу всех поднять руки над головой. Плохая идея. Марсал, мы имеем право знать, что происходит! Агент Марс, указанный номер счета открыт на ваше имя. Что? Абсурд! Это подстава. Его цель в чем-то другом. ФБР, Белый дом, Интерпол подтвердили сообщение о захвате международного рейса воздушным маршалом. Агент Марс, ваш борт на прицеле у наших истребителей. Как слышите? У нас не осталось времени. Вы слышите меня? Я не захватывал самолет. Я пытаюсь его спасти! Воздушный маршал. Скоро в кино. Смотри, какой вид! Отсюда! Царь и гей смотрел на море, ожидая возвращения сына. Очередная жертва коварных и жестоких богов. Нет, спасибо! Мистер Данлиби? Вы ошиблись дверью. Я представляю расстроенных клиентов. Просто верпите деньги. Честер? Боже мой. От продюсеров Шпион Выйди Вон. От автора талантливого мистера Рипли. У меня есть друг. Возможно, он будет в силах вам помочь. И сценариста Драйва. Поверьте, я отблагодарю. Уверена, дело не только в деньгах. Боюсь, я на тебя глаз положил. Ведешь дневник? Да, заметки по работе. Есть что обо мне и Честере? Вы во всех газетах. Идите в полицию. Тебя посадят как соучастника. Непредсказуемо и эмоционально. Ты уже об этом думал, иначе пошел бы к копам. Ты не знаешь, о чем я думаю. Ты угол ради него? Не ради него. Он нарочно хочет нас разлучить. Что мне теперь делать? Я просто хочу домой. По правде, мы неразлучны. Жалеешь, что встретил нас, да? Вигга Мортенсен, Кирстен Данст и Оскар Айзек. Ты угол ради него. Настоящий преступник. Два лика января. Господа, хочу кое-что вам показать. Добро пожаловать в Лофт. Наш тайный оазис. Только представьте, никаких гостиничных счетов, никаких банковских выписок. Зачем? Я не любитель. Взять ключ, значит принять наши правила. Только никому ни слова. Развлекайтесь. Что произошло? Не может быть. Ты ее знаешь? Нет, конечно. Надо звонить в полицию. А наши жены? Девушка мертва, Винсент. Что это значит? Судьба соединила нас. Мне известно все. Кто она? Вы ее знаете? Нет! Дверь была заперта, сигнализация не сработала. Значит, у убийцы есть наш ключ. Сколько баб ты привел в этот Лофт? Любишь Игры? Люблю. Кто-то пытается нас запугать. Кто? Не знаю. Озабоченный любовник, ревнивый муж, тот, у кого есть мотив. Представь, что все узнают правду. Что тогда будет? Что-то не так? Это ты скажи. Это не конец. Мы узнаем, что здесь случилось, и разберемся. У каждого свои секреты. Ник Данн, вас сейчас, наверное, ненавидит вся Америка. Это вы убили свою жену, Ник? Все твердили нам, что брак – это тяжелый труд. Но не для нас, никому. Как вы знаете, моя жена, Эми Элиот Данн, исчезла три дня назад. Я не имею никакого отношения к ее исчезновению. Мне нечего скрывать. Скажите, у Эми есть друзья? Нет, вроде нет. Вы не знаете, есть ли у нее друзья, как она проводит время, какая у нее группа крови. Он строит из себя хорошего парня. Играет на публику. Он тебе не нравится, да? Я пытаюсь быть любезным с людьми, которые вызвались помочь найти Эми. Я хочу верить в то, что мой муж любит меня. Но, возможно, я ошибаюсь. Вам знаком тот парень в очках? Эми всегда привлекала мужчин. И ее похититель вернет ее. Как вы это объясните? Хотите разгадать Шарадо Эми? Вы не видели эту девушку? Да, я помню ее. Я знаю вас. Я видел вас среди добровольцев. Я хотел помочь. Что ей было нужно? Пистолет. Нам всем страшно. Но главное, мы вместе. Я чувствовала, от чего-то придется избавиться. И что я могу исчезнуть. Известно, что социопаты отличают неспособность сопереживать. Эми потеряла много крови, но кто-то ее вытер. Зачем вытирать кровь, если они нарочно инсценируют убийство? Не знаю, что они нашли, но дело явно плохо. Я наконец поняла, что боюсь своего мужа. Я натаскаю вас, научу, что можно говорить, а что нет. Как попугая? Попугая, которая избежит смертной казни. Она сожрет тебя с потрохами. Вы напали на нее? Что, не устраивает? Я ударил ее? Не устраивает. Нет, я даже пальцем ее не тронул. Мы считаем, что Ник причастен к исчезновению нашей дочери. Без трупа и орудия убийства они могут надеяться только на признание. Мы что-нибудь узнали? Ответь, Ник, у вас был счастливый брак. Хочешь знать, убил ли я жену? Мужчина моей мечты. Он может убить меня. А моя правда? Ник. Он может убить меня, по ее словам? Он правда может меня... ...убить. Говорят, верный ответ часто самый простой. А мой опыт говорит о другом. Какого... Алло? Поздравляю! Вы приглашены принять участие в новом увлекательном игровом шоу. Все, что вам нужно, это выполнить 13 заданий. Убейте муху! Вы что, за мной следите? Тысяча долларов будет немедленно переведена на ваш банковский счет. Неплохо. У вас долг в 90 тысяч долларов. Как вы собираетесь обеспечивать свою невесту? Хотите, чтобы мы решили ваши проблемы? Нажмите один. Каждое новое задание сложнее предыдущего. Вы готовы? Эриот, что происходит? Мистер Воглер, я из полиции. В этом районе орудует маньяк. Ненормальный. У нас уже есть подозреваемые. Нет, я этого не делал. Я ничего такого не делал. А кто? Ваш двойник? Значит, есть второй игрок. Вы изменили правила! Ждешь, пока я скажу стоять? Думаешь, это игра? Это уже не просто убийство муха. Некоторые участники думают, что могут выйти из игры. Но есть лишь один выход. Если вы не выполните задание, потеряете все. Тринадцатое задание. Это и есть цель игры. Показать, что любого можно превратить... ...в монстра. Тринадцатое задание. Ричард! Я слышала какой-то шум. Сиди тихо. Его звали Фредди Рассел. Он преступник. А ты уважаемый гражданин. Иногда добро побеждается. Что это? Я не этого парня застрелил. Ты был в шоке. Иди-ка лучше домой. А полицейскую работу оставь мне. Слыхал, ты вчера уложил кого-то. Нечем здесь гордиться, Джек. Мне после работы еще в полицию. Вся школа уже в курсе. Так что будет дальше? Похороним этого гада. Семья у него есть? Только отец, который сидел в тюрьме, но недавно вышел по уду. Мистер Рассел, мне жаль. А ты... Дэйн, так? Сынишка твой. Прям вылитый ты. Этот ублюдок в доме! Назад машину. Боже, Брай. Он пытается вас запугать. Не ведитесь. Мы его поймаем. Не переживай. Это точно не он. И что мы будем делать теперь? Детективное агентство Люка. Ты точно хочешь в это лезть, Бен? Они точно что-то скрывают? Они использовали мою семью как примарку. Я хочу знать, зачем. Ну что, парни, шоу начинается. Эй, мистер Безридис, вы дома? Это фотографии нашей гостиной? Что это за штука? Думаю, это камера. Офигеть. Он изобрел камеру, которая фотографирует будущее. Камера выдает наши фото в будущем. Затем мы в течение дня совершаем действия, которые приводят нас именно к этому моменту. Только подумай, сколько бабла можно срубить. Давай, беги! Это только начало. Улыбнитесь и попрощайтесь с вашей прошлой жизнью. Кто это? Это мой букмекер. Что он делает в нашей квартире? Знаешь, кто хуже, чем парень, который не возвращает долги? Парень, который никогда не проигрывает. Он опасен? Очень опасен. Ты сказал ему про камеру? Нет. Что ты делаешь? То, что давно нужно было сделать. Я уничтожу чертову машину. Стой! Вы будете оставлять результаты скачек на окне. Маркус будет приезжать и забирать фото для надежности. Так не пойдет. Я не собираюсь повторять! Не похоже на то, что я обычно рисую. Ты отправляешь нам предупреждение. Может, должно произойти что-то плохое. Ты сказал, мы можем что-то изменить, верно? Все, что произошло, не случайно. Я хочу 50%. Мы больше не контролируем то, что происходит. Мы все замешаны. Келли и я тоже рискуем. Я просто хочу убедиться, что ты в порядке. А похоже, что я в порядке. Я не могу вам доверять. Пока мы видим себя на фотографиях, мы знаем, что завтра еще живы. Помогите! Мы друзья, и мы просто должны верить, что все будет в порядке. Ошибка времени В кино с 3 марта Даже не знаю, что вам делать с ужином. Мы как раз подъехали к закусочной. Собираетесь купить пирог? Нет, никаких пирогов. Мы будем есть макароны. У нас же есть макароны. Мы намажем их на пирог. У нас намечается знатный ужин. Шоколадного мороженого не было, так что... Кэс? Кэс! 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 Вы утверждаете, что не заметили ничего подозрительного, когда посмотрели на машину. Кто-то похитил мою дочь. Я должен знать, что вы делаете. Ты потерял нашу девочку. Что ты наделал? Потому что это его вина. Он виноват в том, что случилось. Вы не выполняете свою работу. Вы только настраиваете мою жену против меня. Арестовывайте меня. Пожалуйста, если вы и вправду считаете, что это я. Помнишь расческу, которую она любила? Да. Я только что нашла расческу. Итак, что это значит? Есть идеи? Есть похититель. Есть наблюдатель. Они следят за мной. Кто за тобой следит? Вы не видели эту девочку? Моя дочь у этих людей. Пленница. Она жива. Что происходит? Кто ты? Я твой муж, Бен. Мы женаты 14 лет. Была авария. Каждое утро ты не можешь вспомнить. Вспомнить что? Все. Кристина? Это доктор Нэш. Ты вряд ли меня помнишь, но не волнуйся. Мы работаем на твоей памяти. Такие отношения с пациентами против правил. Встреча втайне от твоего мужа. Я прошу тебя вести видеодневник. Записывать все свои воспоминания. Меня зовут Кристин Локас. Как только я засну, из моей памяти исчезнет все, что я знаю и чувствую. Меня держали здесь? Да. Долго? Три года. Бывает дни, когда не веришь, что сможешь пережить все это. Правда причиняет боль. Порой у меня просто не хватает сил. Она без одежды. Вся в крови. Кто это со мной сделал? Никто не знает. Никто, кроме тебя. Я, кажется, вспоминаю. У тебя роман? Он говорит, что оберегает тебя, но он ушел. Дело не только в тебе. Я хочу, чтобы тебе было хорошо. Нет! Я должна вспомнить все.